Доброе утро! И мы продолжаем, продолжаем утро уже с гостями, но для начала новость. В ТОП-30 вошла команда Димитровградского технико-экономического колледжа. На Всероссийской военно-спортивной игре Победа они заняли 27 место из 86? 87. Из 87, подсказывают мне гости представления. И сегодня у нас в студии Алексей Пескунов, руководитель воспитания и команды Димитровградского техническо-экономического колледжа, а также Данила Рогачев, студент Димитровградского техническо-экономического колледжа. Доброе утро! Доброе утро! Ну, молодцы! Во-первых, действительно огромное количество участников, забегая вперед, сейчас Саша, вижу, уже хочет задать вопросы, но хочу поздравить, потому что 140 тысяч участников. Огромное количество ребят. И занять 27 место среди 87, ну, это очень достойно. Самые сильные ведь собирались. И вот как раз и первый вопрос. Это было в Москве, я правильно понимаю? Да. Сколько команд съехалось, сколько участников в каждой команде? Ну, съехалось 87 команд из всех субъектов России. Участников, получается, в команде 10. Это, получается, 900 участников, не считая руководителей, по два руководителя. Более тысячи человек присутствовало на игре. То есть, вот. Какие состязания? С чем столкнулись первые? Первое состязание, которое вот как раз приехали, можно сказать. Ну, приехали. Первое было испытание, это строевая подготовка. Конечно, была жара очень сильная, тяжкая. То есть, в форме, полная форма. Полная экипировка, да, да. То есть, не рубашка, я так понимаю, правильно? Или рубашка можно было? Нет, ну, можно было. Тут пошли на, как бы, уступки, да, организаторы. Чуть-чуть облегчили. То есть, можно было в футболке, но берет обязательно, берется. И выдержать это достойно. Ну, в строевой мы 21 место заняли. То есть, выдержали достойно. Как вам? Ну, берется в плюс 35 такое еще себе удовольствие? Или уже об этом не думали? Там соревновательный такой момент? Ну, во время соревнований, конечно, не думается о жарея. Как бы, все это уходит. И просто думаешь, как бы это все хорошо пройти и сделать все на отлично. Все, так. На ваш взгляд, сделали все возможное? Или могли бы где-то еще лучше выступить, но что-то кто-то не дотянул? Так-то могли где-то лучше сделать, но так все нормально. Есть над чем работать? Да. Вот на ваш взгляд, где, что теперь? Ну, во-первых, такие соревнования такого уровня. Ведь это возможность не только себя показать, но и на других посмотреть. Ну, конечно, да. Да, и вот что-то для себя уже там посмотреть. Ну, что-то подмечается. Конечно, мы были первый раз. То есть, окунулись в это. Что-то могли лучше, что-то где-то сами не доработали. Ну, а в принципе, дальше есть к чему стремиться, готовиться. Расскажите, какие были состязания? Сколько шло по времени вот это мероприятие? Ну, соревнования проходили с 1 по 6 июля. Включают в себя строевую подготовку, визитка, тесты по истории, огневой рубеж, военизированные эстафеты и дорога победителей. Военизированные эстафеты. Давайте начнем с нее. Что это? Как эта дисциплина проходит? Ну, эта дисциплина проходит на стадионе. Там, где есть полоса препятствий армейской, включает в себя пол с препятствий. Шины пробегают по шинам, мышеловка ползти. Переноска ящика имитации с боекомплектом. Перекат колеса, рукоходы и кольца. И в конце должны забежать на гору победителей. Тут все-таки на выносливость больше или на время? То есть надо быстрее или кто... Хотя бы пройти, да. Не, ну вообще на время. Но здесь, получается, организаторы тоже немножко из-за жары сократили дистанцию. Так надо было три круга проходить там в форме эстафеты. Но остановились на одном, и тут уже кто быстрее. Ну, в целом, вот в этом мы заняли 14 место. Был небольшой нюансик, могли еще лучше. Так, а что случилось? Ну, немножко по этапам расставили. А, то есть здесь еще ведь нужно понимать, кому какой этап лучше достанется. Но здесь смотрит исключительно тренер, то есть исключительно... Или все-таки ребята тоже могут сказать, я вот точно здесь смогу. Или здесь какая-то командная, кто... Они сами выбирают? Или все-таки вы смотрите? Нет, ну, в первую очередь, ну, я смотрю, но мнение командира тоже учитывается. То есть командир их получше знает, может подсказать что-то. То есть вот так. Вам на этом этапе... Вам, вернее, какой этап достался? Мне достался этап с полосу препятствий. Также мышеловка, метание гранат. Вот. Вот метание гранат мы успели до начала эфира поговорить. Это все-таки как происходит. Нет, это на дороге победителей было. Здесь на точность. А, здесь на точность. А на дороге победителя тогда расскажите об этом. Что это? На дороге победителей нам... Все команды надо было попасть пять гранат в мишени. Как бы попасть в... Определённый сектор? Это далеко, он близко этот сектор. Ну, 25 метров. Вес гранаты? Ну, стандартно 600 грамм. 600 грамм. И вот эта вот ЧК, задымлённость, всё это присутствует. Да, да, да. Точно так же 3-4 секунды и всё. Бабахает, да. То есть полная имитация. Ребята ведь не только, получается, спортивно. Очень подготовлены были выносливость, сила. А также и викторина по истории. Да. Значит, какие-то знания нужно иметь. Телесические знания нужно иметь. Как она проходила, эта викторина? То есть это просто большой зал, и кто успел ответить на вопрос ведущего, тот и победил. Или как? И все 10 ребят участвуют? Или здесь выбирается один, кто отправляет? Нет, участвует вся команда. Рассаживают, да, в большом зале через одно кресло, чтобы друг у друга не подглядывали. Высвечивается вопрос на экране, ведущий зачитывает его, а участники, все 10 человек, отвечают в своём бланке, отвечают на вопросы. И потом результат всех участников суммируется, и получается результат команды. Как вам такое испытание? Лёгкое? Или же всё-таки история – это не самый ваш любимый предмет? Или как вообще с историей? Ну, в этом году там были более лёгкие вопросы. Можно было хорошо на них ответить. Но где-то затруднилось, конечно. Есть что подчитать? Да. А вы говорите, в этом году. То есть уже принимали участие в подобном? Ну, вот у нас в колледже участвовали. А, то есть у вас был же отборочный тур. Ну, да, да, да. И, соответственно, колледж задал планку-то повыше. Было посерьёзнее вопросы. Нет, региональный этап у нас понасыщеннее, да. Побольше испытаний проходит. То есть там поменьше нагрузки было. Ребята, 10 человек. Как складывалась команда? Кто они? Это, ну, естественно, студенты колледжа. Да, да, да. А как дальше отбиралась команда? Ну, команду я, как преподаватель физической культуры, смотрю нормативы в первую очередь. По нормативам для себя делаю заметки, кто может пригодиться. И в течение месяцев 2-3 наблюдаю, как они действуют в команде, помогают ли друг другу. Ну, в общем, чтобы был командный дух у них. После этого уже собираемся, человек 15, и начинаем работать. Готовить сначала к региональному этапу, но при удачном стечении и на Москву. А ребята в колледж, вот те, кто пришёл, естественно, они все юноармейцы уже. Они приходили из школы, будучи юноармейцами или вовсе не обязательно? Кто-то первый раз влился в эту историю? Нет, не обязательно. У нас 2 или 3 человека, которые уже с этим сталкивались. Остальные подтянулись вновь и стали членами нашей команды. Для вас, юноармейцы, это новая история или уже... Нет, ну, у меня в школе был опыт с зальницами. Я вот участвовал. Ну, а так в колледже впервые такое. А почему не просто решили бы заняться спортом и всё? Почему вот это направление, где и патриотическое воспитание, и есть вот это вот... Несколько направлений заинтересовало вас чем? Или это из-под палки сказали? Так, ну-ка, приходи, выдадим тебе форму, дашь присягу. Или это действительно интересно? Ну, это как бы интересно принимать участие в таком глобальном мероприятии. Также у нас связано со спортом. Ребята приходят? Не приходится их тащить из-под палки? Вообще, насколько для сегодняшней... Ну, я просто понимаю, что в школе организовать проще. Они ещё школьники, ученики. А здесь вроде бы уже студенты такие самостоятельные пытаются быть. Как вот их-то собрать? Не, ну, я думаю, тут больше ещё как старшие ребята, которые уже участвуют, как бы передают свой опыт. Это есть колледж? Да, да, да. Они помогают, подсказывают, ну и как-то затягиваются. То есть когда, если пришли, то почти уже никто не уходит. Затягиваются. Немножко с девочками чуть-чуть проблемка есть. Набрать хорошенько. Девчонки тоже нужны? Две девочки, да, участвуют. Угу. То есть вот девочки. С дисциплиной идёт дела. Потому что я был в школе, и тот ещё хулиган. Меня вот что-то заставить делать или просто организовать. Это было очень трудно. Но если организовывался, то я делал. Но всё же, вот как с дисциплиной? Просто вчерашний школьник, может быть, и не совсем будет слушать. Не, ну немножечко... Вначале где-то бывает, но втягиваются, и потом уже проблем вообще нет с дисциплиной. То есть они уже ближе даже к армейской дисциплине уже так начинаются. Сколько всего у вас сейчас участников юно-армейского движения в учебном заведении? Вот хотя бы приблизительно. Ну приблизительно, но человек 40. Есть. Да, да. То есть команда действительно отбиралась лучших ребят. Ну да, да. Вот 10 это самые-самые. Самые лучшие. А принимаете их себе сразу с первого курса или нет? Или вы ожидаете, пока подрастут, оперятся? У нас же возрастное ограничение на участие в соревнованиях, поэтому с первого курса мы начинаем работать. А возрастное ограничение до скольки лет? До 18. Чтобы на момент игры не было 18. Не было 18 лет. Девчонки необходимы в этой команде, я имею в виду, когда ездили? Или здесь можно было только мальчишек выставлять? Нет, это условие, что 8 юношей и 2 девушки. А у них соревнования, для них снижается планка? Ну, я имею в виду вот этих вот спортивных. В общем, да, спортивных. Или же... Они по своим нормативам? Или все, неважно, мальчишка, девчонка, все... Нет, ну, единственное, на длинных кроссах, то есть юноши бегут 3 километра, а девушке 2. Ну, немногим, конечно, меньше, признаться честно. И юноши подтягиваются, а девочки отжимаются. Вот вся разница. В остальном наравне с юношами они. Так же строевая обязательно участвует. Да, 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 и стрельба, и строевая, и все-все-все. И метание гранат. Да. Ух ты. Как к девчонкам отношения? Снисходительное? Или так, давай, пытаетесь помочь? Или знаете, что сейчас поможешь, потом точно утянет команду назад? Или как вот вообще взаимодействие? Ну, конечно же, надо помогать им. В трудных ситуациях разных. Но они уступают по физической силе? Или все-таки нет? Девчонки такие боевые вам достались. Гранаты докидывают. Ну, у нас девчонки боевые в этом году попались. Первокурсницы? Ну, одна девочка со второго. Нет, со второго. Одна в первокурснице. Ну, то есть еще в команде побудут. Сейчас главное их удержать. Ну да, можно так сказать. Ну, мальчишками надо, значит, удерживать. Симпатичными. Да, симпатичными, интересными и мужественными. Какие планы на следующий год? Естественно, готовиться к следующему этапу. Есть что-то набирать новых? Вот у вашего движения, что сейчас? Но пока отдыхайте. Ну да, сейчас мы уже отдыхаем. Дети на каникулах. Мы в отпуске немножко. Ну, а будущий год обязательно будем заново готовиться. На игру из этого состава у меня шесть человек должно остаться. То есть четверых уже в любом случае надо будет набирать новых. Ну, все по кругу. Будем готовиться, стараться, выигрывать, двигаться дальше. Спасибо вам большое за интересную беседу. Еще раз поздравляем с хорошим результатом. Ждем новых побед. Будем за вами с удовольствием наблюдать и ждать еще здесь у нас в гостях. Спасибо большое. Ну, а я напомню нашим телезрителям, что в гостях сегодня у нас был Алексей Пескунов, руководитель физ. воспитания и командой Дмитровградского технико-экономического колледжа, а также Данила Рогачев, студент Дмитровградского техника-экономического колледжа. Ну, а мы двигаемся дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова